Насколько безопасно то, что мы едим и то, что нас окружает в повседневной жизни, а не качественной продукции. Сегодня, во Всемирный день качества, журналистам рассказали специалисты регионального управления Роспотребнадзора. Тяжелые металлы, нитраты, яды, плесени, канцерогены. На этикетках в составе продуктов питания этих веществ, конечно, нет. Выявлять их приходится Роспотребнадзору. Мы провели более 11 тысяч проб, исследовали более 11 тысяч проб пищевой продукции, в том числе по санитарно-химическим показателям исследовано 1 600 проб продукции на безопасность по химическим показателям. И среди этих проб только 4 пробы не соответствовали требованиям технических регламентов по безопасности. Это 3 проба овощей по содержанию нитратов и 1 проба соковой продукции по содержанию вещества. Называется оксиметилфурфурол. Еще один вид нарушений, когда производители умышленно занижают или наоборот завышают содержание тех или иных веществ, либо подменяют одни другими. Республиканская детская клиническая больница использовала для кормления детей сыры, производство ООО «Экопродукты» Республики Татарстан, содержащие растительные жиры в количестве 74,6%. В школах Толиковской школе Чебоксарского района, Чемуршинской основной общеобразовательной школе, Вурнарская СОЖ номер 2 и Шлейская СОЖ Чебоксарского района выявили пищевые продукты, которые тоже были с растительными истеринами. Здесь хочется еще раз обратиться к нашим государственным и муниципальным заказчикам, чтобы они заключали договоры с нашими производителями. Это что касается продуктов питания. За 9 месяцев текущего года ведомство выявило опасные вещества в игрушках, косметике, средствах индивидуальной защиты. Вот интересный случай у нас был. Мы проверяли планово Чебоксарский агрегатный завод. И у них на складе были партии средств индивидуальной защиты, органов дыхания, маски не использованные. Еще производитель, предприниматель гостев из Ивановской области. И при проверке этих средств индивидуальной защиты выявлено, что в лабораторных условиях, что они выделяют формальдегид. Естественное желание после такой информации перейти на натуральное хозяйство. В Роспотребнадзоре дают не такой радикальный совет. Если вы сомневаетесь в качестве товара или выявили нарушение, обращайтесь в ведомство. Может быть штраф в несколько сотен тысяч рублей и другие санкции отобьют у недобросовестных производителей желание обманывать покупателей. Ольга Пырышкина, Дарина Игнатьева, Олег Якимов. Республика.